В Сочи есть чем гордиться. Спорт на курорте всегда был в чести, а подготовка к Олимпиаде дала мощный толчок к его развитию. Открыта муниципальная спортивная школа по зимним видам спорта, где уже занимается 700 сочинских ребят. А во Всероссийском детском спортивном центре по инициативе главы Сочи выделено по полтысячи мест в секциях хоккея и фигурного катания именно для юных жителей нашего города. Всего на курорте функционируют 27 учреждений спортивной направленности. Общая численность занимающихся в спортшколах детей и подростков 17,5 тысяч. Это 40% от общего числа. На встречу с главой были приглашены 22 ветерана спорта. Это выдающиеся атлеты, тренеры и руководители спортивных школ. Все те, кто долгие годы развивает спорт на курорте. Глава не только поздравил гостей с наступающим праздником и вручил почетные грамоты и отличительные знаки, но и обсудил с ними, как дальше будет развиваться отрасль физической культуры на курорте. Для этого мы открываем новые спортивные школы и секции, совершенствуем их материально-техническую базу, развиваем массовый и дворовой спорт. Вот сейчас идут летние каникулы, вы же знаете, что летние площадки, да, мы их активизируем. Ирина Князева – тренер по теннису спортивной школы номер 9. Спортом занимается уже 55 лет, 35 работает с детьми. За долгие годы она взрастила сотни теннисистов. Отмечает, за последние годы спорт в Сочи действительно развивается всесторонне. В связи с тем, что мы провели Олимпиаду и у нас новые виды спорта появились, зимние виды спорта, которых не было, а летние у нас традиционно сильные спортсмены в этих видах спорта. В гимнастике, в теннисе, в волейболе, в баскетболе, борьба. Абсолютно все виды спорта развиты и мы очень довольны, счастливы. Развита на курорте инфраструктура для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. На побережье ежегодно проходит несколько спартакеат для инвалидов. К слову, сочинская Паралимпиада признана лучшей за всю историю зимних игр. А сегодня развитая инфраструктура поможет вырастить в Сочи новое поколение высококлассных спортсменов. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.